привет всем друзья сегодня у нас суббота такая пасмурная погода я тут на берегу енисея решила прогуляться подышать немножко свежим воздухом вот такая у нас панорама народ гуляет все равно хоть и не очень погода все равно гуляют видите у нас уже и горы стали такими серыми тусклыми не успела я вам снять картинку когда они были желтые красивые все было на даче вот а теперь немножко время выдалось и погулять можно такая небольшая аллейка люди любят гулять вот такие тренажеры тут стоят кто любит заниматься тот занимается гуляют люди потихонечку кто устал может присесть а я вот прямо не могу надышаться после этого ремонта после этой пыли домашней вот решила немножко прогуляться потому что как сейчас заседешь с ремонтом так и не выберешься ну вот если чайки летают у нас забыла сегодня палку селфи взять немножко так буду снимать немножко неудобно как листва желтые видите как кидр посадили посадили кидр и нагребли тут листьев Листвы, конечно, видимо-невидимо. Вот такая погодка. Небо, конечно, видите. Никакого просвета. Вчера был такой сильный ветер. Уже несколько, два дня, наверное, был. Прямо аж окна вырывало. А сегодня ничего. Утихомирился немножко ветерок. Можно и подышать свежим воздухом. Люблю здесь гулять. Это место такое тихое, спокойное. Вот так. Вон на горе флаг развивается. Сейчас попробую вам увеличить, показать. Так. Вот. Такие наши горы, скалы. Там еще надпись у нас интересная. Интересная. В общем, гуляю. Гуляю, отдыхаю немножко после своего ремонта. Вернее, еще в процессе ремонта. А я в процессе ремонта, друзья. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. И эта погода хороша. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я пеку капустный пирог. Опробую новую духовку. Вот. Завела тесто, как обычно. Простое тесто не на молоке, а на воде, с сухими дрожжами. Тесто так пышно подошло. А вот, уже раскатала. А вот такой вот пласт. Противень взяла глубокий. Выстелила, как всегда, бумагу. И вот разложила кусочки масла. Здесь у меня уже готова капустная начинка. Сегодня будет капустный пирог. Вот. Я такой очень люблю. Еще начинка, значит, тут у меня отварные яйца, свежая капуста и лук. Вот. Сейчас добавлю немного укропа и перца. Вот. Ну, вот сейчас буду выкладывать эту начинку. А вот. И все буду вам показывать. Посмотрим, как моя новая духовка будет печь. Вот. Начинку я выложила. Поперчила черным перцем. Посыпала немножечко укропом. И сейчас буду, значит, выкладывать пласт. Выкладывать пласт и защиплять края. Края защипила. Получается у нас закрытый пирог. И вот так немножечко проколем вилочкой, чтобы он не вздулся. Ого. Чтобы воздух выходил. Пусть он немножко сейчас расстается на расстойке. Сейчас я его немножечко прикрою. Поставлю прямо на плиту теплую. Духовка у меня, конечно, уже нагретая. Сейчас я его смажу еще. Немножко молочка. Яичный желток. И вот этой вот смазкой смажу, чтобы он был красивый, блестящий, ароматный. Вот немножко, один желток, немножко молочка. Вот так вот я все смешиваю. Получается такой лизун. Вот. И смазываю наш пирог. Да, он будет красивый и блестящий. Итак, я поставила в духовой шкаф наш пирог. Он расстоялся минут около 10. И выбираю режим. Вот здесь написано у меня. Так, режим хлеб. На 180 градусов ставлю. И закрываем нашу духовочку. Пусть наш пирог печется. Так, что у нас там с пирогом? Я вижу, что он печется. Уже зарумянивается. Вот. Такая красота. Посмотрим, что будет дальше. Пока пирог печется, у меня здесь остался еще маленький, небольшой кусочек теста. Небольшой кусочек теста у меня тут. И я решила испечь фруктовый пирог. Яблочный с ягодами. Облепиха, черника, черноплодка. И сделаю все в такой вот сладкой заливке. Сладенький пирог к чаю. Небольшой такой кусочек. Сделаю круглый пирог. Красивый, вкусный, ароматный. Получится фруктовый пирожок. Ну вот, вот такой пирожок сделала. Обыкновенный, очень тонко раскатала тесто. Потому что тесто очень хорошо поднимается. Воздушное. А много теста не надо. Здесь главная фруктовая начинка. Вот. И ягоды. Это очень вкусно. И потом, когда, значит, мис испечется, уже практически будет готов пирожок, тесто испечется, я все это залью вот такой помадкой. И будет очень вкусно, ароматно. К чаю просто замечательно. Ну, а сейчас, наверное, буду вытаскивать пирог. Уже он готов. Все. Конечно, пирог мой готов. С капустой. Аромат такой стоит на кухне, дорогие друзья. Вот как плохо, что камера еще не научилась передавать аромат. Это просто неземной аромат. Все. Ставлю пирог на 180 градусов, на 40-60 минут. И потом поглядим, что у нас получится. А тем временем, друзья, посмотрите, какой ароматный пирог у меня получился. Ну, просто изумительный. Тесто тонкое, а начинки много. Вот. Вот такой вкуснючий капустно-яичный пирог. И, конечно, сейчас он должен остыть. Я сейчас его накрою салфеткой. Он остынет. И потом, когда остынет, я нарежу и выложу на блюдо. Думаю, что это будет очень вкусно. Такая хрустящая корочка. Ммм. Красота, дорогие друзья. Ну, вот, пирог уже я разрезала. Он остыл, теплый. Посмотрите, какая тонкая, тонкое тесто. И много, и много, много начинки. Очень вкусный. Я уже тут кусочек пробую. Какая хрустящая корочка. Ну, просто вкуснота. На очереди фруктовый пирог. Ну, вот, пирог готов. Весь в помадке. Чернечно-яблочный. И тут и черноплодные рябины немножко добавила. И облепихи. В общем, фруктово-ягодный пирог готов. И капустный. Вот такое сегодня у меня настроение. Захотелось пирогов. Сто лет не пекла. Ну, потому что духовка новая. Я ее пробовала. Даю ей отличную оценку. Вот. Так что моя печь Ханса справилась с пирогами. Вот. Все пропеклось равномерно. Быстро, вкусно, ароматно. И теперь я знаю, что моя печь просто замечательная. Ну, а я сейчас налью себе чашечку чая. И буду пить чай. Всем приятного аппетита. Кто обедает, ужинает. Или завтракает вместе со мной. Тоже желаю приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.